Денис Мехов Немножко биографической информации Вам 38 лет Вы наш, как принято говорить Вятский Высшее экономическое и юридическое образование С 2003 года в течение 10 лет Работали в инспекции Министерства России По налогам и сборам по городу Кирову Ничего не путаю Все верно Затем 13-14 год Зам начальника юридического отдела Управления Федеральной налоговой службы по нашему региону Затем 14-17 год Начальник правового отдела Управления по Кировской области Получается, что в Мариелте Вы совсем немножко поработали Часть зимы Чуть побольше года С января 2017 года Исполняющая обязанность Я был заместителем руководителя Замруководителя То есть, как бы такое знакомство Человек-то вообще-то наш И он здесь совсем недолго отсутствовал Так вот говорить, что кто-то новый к нам приехал Я бы, наверное, даже как-то и неудобно Ну, принято считать, что Республика Мариел В сравнении с Кировской областью Там, ну, простым языком выражаясь Дела как-то похуже обстоят еще, нет? С точки зрения финансов Не уверен Вот если сравнивать сейчас Как раз-таки два региона с этого, если начать Если сравнить два региона То так уж совсем грубо, если говорить Если мы поделим Киров пополам Кировскую область То это и получится Мариел То есть, все показатели там в два раза меньше, чем В Кировской области Там 700 тысяч населения чуть меньше Во всей республике Соответственно, да? Да, то есть, она в половину как раз Кировской области 680 тысяч, если не ошибаюсь Ну и вот вы пришли работать Начальником нашего регионального управления Ну, какие цели, задачи сейчас перед собой ставить? Или они подставлены уже вышестоящим руководством? Ну, если говорить про цели и задачи То здесь необходимо отметить Что федеральная налоговая служба Является органом исполнительной власти И, естественно, те задачи, которые ставит служба Перед территориальными налоговыми органами Они определены, в принципе И были поставлены на итоговой коллегии Которая прошла как раз-таки Буквально по завершению 2017 года Можно выделить три основные задачи Которые стоят на сегодняшний момент перед нами То есть, это наполнение бюджета всех уровней То есть, это взаимодействие С применением новых систем работы Информационных Которые есть у службы И которые развиваются Ну и, наверное, самая такая приоритетная задача Которая стоит перед нами на сегодня Это улучшение климата Взаимодействия бизнеса и госорганов То есть, непосредственно налогового органа Улучшение климата А нынешнее состояние этого климата Если так вот давать оценку Более-менее свежим взглядом Так, налоговая атмосфера в нашем регионе Ну, я не скажу, что регион является каким-то проблемным Что у нас есть какие-то такие очень неразрешимые проблемы То есть, в любом случае, да Есть отдельные моменты, над которыми нужно работать Потому что не бывает проблем только там, где ничего не делается Ну, вот какие-то особенности, например, в плане уровня собираемости налогов Или что-то такого плана есть, которые отличают, например, Кировскую область от Марина? Если говорить по собираемости, то, наверное, нужно начать с общих цифр Я бы сказал, что на территории Кировской области Зарегистрировано чуть менее 34 тысяч юридических лиц И чуть меньше 33 тысяч индивидуальных предпринимателей Если быть точнее, то 33 700 и 32 700 индивидуальных предпринимателей 75% из них — это субъекты малого бизнеса И порядка 800 тысяч — это налогоплательщики, которые являются физическими лицами Если говорить по общему поступлению, за 2017 год в бюджеты всех уровней поступило 73,5 миллиарда рублей Если сравнивать с 2016 годом, то динамика составляет 4,6% Это с достаточным плюсом Это небольшая динамика, которая... Но она практически где-то на уровне инфляции получается Да, если в суммовом выражении, то это 3,3 миллиарда рублей То есть сразу хочу отметить, что из чего же складываются эти 3,3 миллиарда рублей Это 2 миллиарда — это страховые взносы То есть всем известно, что с 1 января 2017 года мы стали администраторами страховых взносов Поэтому нам была передана очень большая задолженность из пенсионного фонда Раньше пенсионный фонд, а этим занимался И за счет задолженности, которая образовалась за все периоды работы Мы достигли такого результата И 1 миллиард рублей, который дополнительно поступил в бюджет всех уровней Это связано непосредственно с деятельностью нашего военно-промышленного комплекса А именно все это связано было с заказами от Минобороны Заказы идут, люди работают, налоги платятся Соответственно, больше объем работы, больше налогов Да, это мы поговорили относительно юридических лиц Если говорить про физлиц, то здесь хотелось бы отметить, что процент уплаты добровольной в Кировской области составляет 86,4% Это что такое процент уплаты добровольной? То есть те имущественные налоги, которые были начислены Понятно, понял То есть самостоятельно налогоплательщики наши, то есть физлицы добровольные Транспортное имущество Да, транспортное имущество земля Земля земельная Поэтому хотелось бы отметить, что А вот эти 86% это вот, если опять же брать в среднем по России, это где-то на уровне? Вот как раз хочу перейти к тому, что мы входим в пятерку лучших регионов в Российской Федерации И первое место занимаем по ПФО Здесь сразу же хотелось оговориться, что это не только заслуга налогового органа Это комплексная работа, которая была проведена с органами местной власти Непосредственно федеральной службы Очень большую роль сыграли СМИ При освещении того, когда нужно платить налоги Как это можно сделать Ну и, конечно, необходимо отметить и самих граждан То есть их активную жизненную позицию И понимание, что налоги платить нужно А так, для примера, можно назвать какой-то российский регион Где вот самый низкий показатель добровольной уплаты налогов? Нет, такой цифры я назвать не могу на сегодняшний момент Потому что, так скажем, информация есть по, допустим, нашему показателю Который в Российской Федерации Вот могу сказать, что мы на пятом месте Первое место в Приложском федеральном округе Ну это вот как раз по гражданам В общей массе налогов Вот эти вот добровольные налоги, например, какой процент занимают? Которые с физических лиц собираются? Вот эти вот три, которые мы назвали Это 4% Если мы говорим про бюджет в общем Это не основная составляющая Нет, это не основная То есть основная у нас, как я понимаю, обычно это НДФЛ И налог с прибыли предприятий, да? Ну будем говорить, что основную плату налогов у нас составляет Поступление это от юридических лиц Порядка 90% 6% у нас это уплата индивидуальными предпринимателями И 4% у нас составляют, ну граждане, назовем так Вы назвали цифры, да? Больше 30 тысяч там юрлиц, индивидуальные предприниматели С этими цифрами что происходит год от года? Здесь необходимо сказать следующую тенденцию Количество, оно уменьшается, почему? То есть работа, которая проводится Федеральной налоговой службой, ее территориальными органами То есть мы говорим о чистоте среды Чистоте среды именно в плане экономической То есть на территории того-либо иного субъекта То есть если мы говорим там, возьмем отдельно юрлиц И будем по ним разговаривать То реально действующих юридических лиц Примерно чуть более 10 тысяч То есть все остальные Это условно назовем их те субъекты Которые финансовой хозяйственной деятельностью не занимаются То есть ничего не приносят в бюджет Ни в какой там, ни в федеральный, ни в субъект Какую-то отчетность они сдают? Они обязаны, да, отчитываться? Ну они сдают либо нулевую отчетность Либо заявляют минимальные суммы к уплате в бюджет Поэтому в этом направлении работа проводится Если мы сравниваем там допустим берем 2017 год То порядка 8 тысяч таких налогоплательщиков было исключено Из государственного реестра Почему как бы такая работа проводится? Это связано прежде всего чтобы те добросовестные юрлицы Которые работают как на наших территориях Так и на территории Российской Федерации У них не было, к ним не было вопросов от налогооргана Потому что мы понимаем, что не всех можно проверить И поэтому налоговая служба заняла такую позицию Что необходимо чистоту среды поддерживать в каждом регионе То есть вот это снижение количества личных лиц Но в первую очередь связано, если я правильно вас понял С тем, что вот эти вот организации Как бы спящие или не работающие Или уже не существующие Они просто исключаются из реестра Да, все верно То есть основная масса связана именно с этим Да Потому что многие трактуют так, что у нас уменьшилось число юридических лиц Все бегут А вот реально бегущих у нас много Если говорим про цифры, про общие опять-таки цифры То есть в раскладке поясню, что происходит Или происходило на нашей территории То есть если общую цифру брать за три года То есть с 2015 года, назовем так, мигрировало В другие регионы порядка 400 налогоплательщиков Реальных? Сразу хочу уточнить, да То есть это всех Всего то есть, да Если мы говорим про реальный бизнес Или так условно назовем ведущую финансово-хозяйственную деятельность организации То их порядка 50 То есть 50 юрлиц Которые реально действующие Они сменили адрес Здесь необходимо сразу указать причины Почему они эмигрируют Там основные две большие причины То есть есть объективные, да И условно так назовем их субъективные причины Которые тоже делятся Так, давайте запомним Нам сейчас нужно сделать небольшую паузу О причинах, собственно, ухода Да, поговорим после меня Миграции Продолжаем наш разговор Денис Смехов, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Кировской области Николай, напомните, цифра озвученная, да? За последние три года 400 у нас А, мы говорим о миграции О миграции, налоговой миграции Что да, за последние три года 400 налогоплательщиков Всего Мигрировали Да, мигрировали Из них как бы вот реально работавших То есть, да, о которых можно говорить Что они реально работали Как сказал Это 50, да, организаций И так причины Причины вот этого вот Миграции, они разные, да? Да, причины Две основные назовем То есть это Первая и основная причина Уход от внимания контролирующих органов Кредиторов И контрагентов То есть здесь можно Еще выделить там Ряд к этой причине То есть почему так происходит Да и кто это Это прежде всего Лица, которые Перерегистрировались Так условно назовем их Это фирмы-однодневки Которые Отработали на территории И ушли в другой регион Для того, чтобы там Ликвидироваться Либо там В форме Там Преобразования Там Преобразоваться в другое юрлицо Которыми воспользовались Как и наши налогоплательщики То есть на территории Кировской области Так и другие субъекты Вторая группа То есть это некий балласт какой-то Нет, это не балласт Люди, которые совершили Здесь определенные Хозяйственные деятельности Для того, чтобы потом По этим итогам не отвечать Видимо, да Они тихонечко свалили В другой регион И там либо Ликвидируются Либо По другим названиям Переагистрироваются Это все в рамках закона Это все в рамках закона То, что они делают Да, но если какие-то Претензии возникнут Просто посложнее найти Не успеть их просто Не успеть, да То есть цель как раз таки Уход от внимания Назовем так По каким-то невыполненным Обязательствам, да? Ну или плохо выполненным Кстати, вот мы часто Об этом говорим Когда про дороги говорим А, ну да Фирма отработала В Кирове уехала И исчезла И потом уже никто Гарантии до обслуживания Не осуществляет Потому что найти невозможно Ну ладно Это такая больная тема Следующая группа Юрлиц Так называемые прокладки Которые также были использованы И они просто мигрируют Для того, чтобы затеряться Словно говоря Там в другой регион Так Так Еще одна из причин Назовем Или категорию Там юрлиц Которые непосредственно Получают уведомления От налогового органа Вообще работа Территориального налогового органа В том числе в Кировской области Направлена на то Чтобы изначально Установить риски То есть мы сразу На проверку не бежим Устанавливаем риски Так называемый Рискоориентированный подход Да Это в рамках Контрольно-надзорной реформы Которая сейчас проходит То есть риски определяем Налогоплательщика Уведомляем об этих рисках И если налогоплательщик Так добросовестный То Вступаем в персональный диалог С ним Ведем для того Чтобы Либо он устранил риски Либо пояснил Почему они у него возникли Так вот Порядка Пятидесяти процентов Тех лиц Которые эмигрировали То есть мы цифру обозначили В пятьдесят В сорок Да Условно говоря Пятьдесят ушло Сорок это те Кто как раз таки Уходят по причинам Того что мы Уведомляем их о том Что у них есть риски В деятельности Им необходимо уточниться Еще одна из категорий Это те Которым назначается Выездная проверка Они тоже уходят В спешном порядке Да Их немного меньше Ну и совсем единицы Те которые проверки Завершены По которым тоже уходят Вот это так скажем Такие категории Которые непосредственно Мигрируют И основания По которым они уходят Вторая же причина Там основная Почему происходит Миграция Это смена Адреса места жительства И перенос бизнеса В другой регион То есть что это такое Это как раз Компании крупные То есть управляющие компании Когда уходят отсюда То есть голова у них Появляется в другом регионе Допустим Это концерны Определенные Вот наверное Основные причины Вот такие две И необходимо сказать Еще о том Что в случае Если меняется Место прописки Так назовем То есть основной бизнес Мощности производственной Люди Они остаются На территории Кировской области Поэтому Бюджет Кировской области Он То есть те суммы Которые поступают Непосредственно С этой территории Они не уходят никуда Они в тот регион Не уходят Они остаются Все 100% налога Они остаются здесь За исключением Может быть налога На движимое имущество Вот сейчас Как бы да Не на 1% Либо налога на имущество Часть Очень небольшая Может там Уйти в другой регион Но это опять-таки От учетной политики Предприятие зависит И еще такой момент Хотелось бы обозначить Что даже После проведения Выездных проверок После назначения Ряд организаций У которых были проведены Проверки Начинает Исчислять И уплачивать В бюджет В том числе Кировской области В значительной Большей сумме Налоги Нежели чем было До проведения проверки То есть Скажем Сейчас Смотрите Просто такая тема Довольно горячая В бизнес-среде Что вот как бы Речь идет о том Что надо возвращать Предприятия Которые от нас мигрировали Якобы с этим связана Наполняемость нашего бюджета А вы говорите Что вроде бы Как того что он мигрировал Бюджет ничего не теряет Такой своеобразный миф Получается Лукавство Ну здесь знаете Как бы Хотелось бы Тоже обратить внимание Что Во-первых Это репутационная составляющая То есть В том числе И налоговая служба То есть Почему уходят там То есть Нужно разбираться В каждом конкретном случае Почему там Организации уходят Нельзя говорить В общем и целом Что там бегут С территории Либо не бегут Ну и здесь Поскольку мы все Здесь живем И цель Любого гражданина Наверное Чтобы на территории Чтобы она развивалась То есть Была богаче То есть Как этого достичь Это как раз таки Необходимо Чтобы к нам Приходили Либо из других регионов Либо вновь Регистрировались Организации Для того чтобы Налоговая облагаемая база Увеличивалась Тем самым Доходы бюджета Увеличатся И Если будем говорить Там Про дороги Больницы Школы То Естественно Чем богаче регион Тем проще Будет решать проблемы Тем комфортнее Будет жить на территории Субъекта Всем гражданам Которые здесь проживают Я хочу вернуться Немножко назад Вы сказали Денис Александрович Несколько минут назад Что Реально работающих У нас Юрлиц Треть От этого Объявленного числа А что касается Индивидуальных предпринимателей Из них сколько На самом деле Ведут Деятельность Какую-либо По индивидуальным предпринимателям Ситуация другая Потому что Ну немножко Там да Почему Потому что Индивидуальный предприниматель Регистрироваться Ну так скажем Сам по себе То есть Если организация Там может быть Спящая Либо неработающая То Здесь наверное Две трети предпринимателей Они фактически Деятельность ведут Другой вопрос Как бы на какой системе Налагообложения находятся И сколько там В бюджет поступают средств Но тем не менее То есть Здесь Можно говорить о том Что Здесь нет такой проблемы Нежели чем с юрлицами Ну а напомните У нас система Налагообложения Длипы Это у нас патент Это Сейчас говорим Упрощенка Патент И НВД И общая система Налагообложения Общая система Тоже остается Четыре варианта Что касается Индивидуальных предпринимателей Их число За последнее время Изменилось? Нет Не могу сказать Что там уменьшилось Увеличилось Примерно На определенном уровне Остается То есть И регистрируется И снимается С учета Определенным Можно сказать Без изменений Денис Александрович Естественно Когда у нас Меняется В любом ведомстве Меняется первое лицо То возникают у людей Ожидания Что сейчас придет Новый человек И заживем совсем Новая метла Будет мести по-другому И естественно У всех такие Ожидания возникают Ох сейчас заживем Здорово Вот все было До этого неправильно А сейчас все будет правильно На что На что нужно Сейчас ориентироваться Будут какие-то Изменения в работе Налоговые На самом деле Это значительные Или в принципе Все останется Как было На этот вопрос Вы уже частично Ответили Здесь необходимо Сказать что То есть С приходом Одного человека Или двух Трех человек В ведомство Определенное Не просто одного Два человека А первого человека Ну хорошо Первого человека То есть Что с завтрашнего дня У нас тут наступит Налоговый рай Никому платить не нужно Будет Ну такого не будет А что такое Налоговый рай вообще Ну налоговый рай Насколько понимаю Если брать С позиции налогоплательщика То это как раз Освобождение от уплаты Всех налогов Ну так не бывает Существенное снижение Нагрузки налога Если слово рай То наверное С рай Когда вообще до нуля Все Да Здорово У рай Есть антоним Ат Поэтому здесь Необходимо Говорить о чем То есть Если мы говорим Что что-то поменяется Либо не поменяется Должен быть запрос От бизнеса В первую очередь То есть Можно Придумать там Кучу стратегий Мероприятий Разработать И там двигаться С одной стороны Но если не будет Запроса от бизнеса То Мы не сможем Достигнуть Там Компромисса Определенного Либо диалога С бизнесом И второе направление Которое я вижу По крайней мере Это Обратная связь То есть Для того чтобы Что-то поменялось Во-первых В процессе Всегда участвуют Две стороны Поэтому мы ждем От бизнеса Во-первых Запрос на изменения Кто этот запрос Может сформулировать От кого вы ждете В каком формате Ну на сегодняшний момент Ну на сегодняшний момент Мы уже провели Ряд встреч То есть Это на площадке ВТПП Это на площадке Регионального Отделения Союза Промышленников И предпринимателей На нашей площадки Это запрос Конституции Российской федерации Работу Потому что Эта задача Стоит нам И поставлена Федеральной Налоговой службой А разногласия Которые там Придираются Не придираются Это такое Оценочное понятие И я думаю Оно будет всегда Потому что Цели у нас Пересекаются С бизнесом Но идут В разных направлениях То есть Если бизнес Основная цель Минимизировать Уплату налогов Там в том числе И законными способами То у налогового органа Как раз таки цель Собрать столько Сколько должен Заплатить налогоплательщик То есть Как бы тут Компромисс Довольно сложно Найти получается Но его нужно искать То есть Если не будет компромисса Тогда работы Не получится Ну вот смотрите Еще до Когда было объявлено О том Что Светлана Геннадьевна У нас покидает Значит как раз Очень много экспертов Чарошина Экс руководитель Ведущий руководитель Очень много В комментариях экспертов Сначала такое слово Договороспособность Вот как бы Что якобы Предыдущий руководитель Был не договороспособен А вот новый Похоже будет договороспособен Что это такое Можете понять Или нам объяснить Что значит Договороспособность Пожизневая Договороспособность Это что вообще такое Стремитесь к тому Чтобы найти компромисс Нет Стремиться и найти Тоже Как бы мы понимаем Понятия разные То есть Тут можно сказать Только о том Что время покажет Но мы будем стараться Чтобы находить компромисс У нас реклама Небольшая Сейчас будет Напоминаем Что беседуем Мы сегодня С руководителем Управления Федеральной налоговой Службы по нашему региону Это Денис Смехов Вернемся очень скоро Ну что Возвращаемся в студию У нас сегодня Вообще Володь У нас сегодня день Такой серьезный С утра Прокуратура ОМВД Слава богу Не с проверками Ну не с проверками И у нас и сейчас Не с проверками Сейчас у нас В гостях Мы знакомимся Ну допустим Возьмем По идее Должен бы Сколько Менее 1% От этих 40-45 миллиардов Рублей Бюджет региона По оценке Сколько бы он должен Составлять 4% 10% Ну примерно Мы такую оценку Не проводили Каким образом То есть мы можем Говорить там О определенных цифрах То есть там Про убытки Которые они там Получили Еще что-то Каким-то образом Но могу прямо Заявить И ответственно Что допустим Порядка там 4-10% Это было бы Я думаю Так неплохо Условно говоря То есть потенциал есть То есть за 17-й год Еще раз повторю Цифру Составляет Менее 1% Это уже за 17-й год Хотя вроде бы Так очень сильно Все изменялось В лесной отрасли Очень много нововведений Порядок там наводился Да Порядок целый год Здесь еще необходимо Отметить Что есть Несомненно Причины Да То есть какие Почему у нас Так происходит Допустим Если сравниваем Там машиностроение То там 33% Бюджета формируется Если берем там Торговлю 17% Если там лесной отрасли То вот я говорю Менее 1% Кроме того Помимо всего прочего Там да То что Такая сумма маленькая Она еще является У нас Убыточной То есть За 17-й год Более 1 миллиарда рублей Заявлено Убытков Предприятиями Которые работают В лесной сфере Простите А на чем они теряют Так чтобы представить Здесь я говорю Откуда убыток Это берется Да Сразу хочу пояснить То есть убыток За счет чего За счет возмещения НДС из бюджета То есть если мы говорим О перевооружении Предприятий То есть у нас Есть крупные Налогоплательщики То есть фанерные Заводы Которые В том числе Там допустим Мурашинский Фанерный завод Который сейчас строится Но он только-только Еще начинает Работать Тем не менее Поскольку они строятся То и НДС Будет к возмещению То есть они пока То есть они производят Закупку аппаратуры Сейчас да Соответственно Понятно 18% потом получают Да И вообще Если мы говорим Про проблемы С лесной отраслью С торговлей То есть с чем это связано Прежде всего Это связано Если торговлю брать То это наличные Денежные средства То есть около Экономические структуры Так скажем Хотят воспользоваться Данными наличными Денежными средствами Для того чтобы Там Условно Запустить этот процесс Снова и снова Запускать Да Потому что Мы все знаем Что фирмы Однодневки Для чего нужны И прокладки Для того чтобы Получать как раз таки Наличку Вот если мы говорим Про лес То здесь проблема В том что Она достаточно Так назовем Удалена От контролирующих органов Область большая Поэтому С дорогами Это уже проблема Добраться до них Они сами Добраться не могут До своих дел Поэтому здесь Можно выделить Две основные Так скажем Два основных направления По которым Необходимо двигаться То есть За прошлый год Правительством Очень много Очень большая работа Была проведена Как раз таки В лесной отрасли Как раз Я почему и говорил Здесь нельзя Нельзя говорить Что там допустим Налоговый орган Один справится И победит Всех Такого не будет То есть Здесь работа Комплексная Обязательно То есть С одной стороны У нас есть ресурсы Информационные С помощью которых Мы можем Устанавливать Те риски Которые есть Это в том числе Программные комплексы СКНДС-2 Если мы говорим Про торговлю То здесь Всем известно Что в 2018 году К 1 июля Должна быть Должна быть Закончена реформа По онлайн кассам То есть Здесь будет более Так скажем Прозрачные расчеты И та наличка Которая идет В том числе Через сети Мы будем это видеть Денис Александрович Опять же Насколько я знаю У нас на территории Области Очень много мест Где эти онлайн кассы Просто невозможны К работе И насколько я понимаю Они там и не будут Потому что нет связи Нет связи просто Нет устойчивой связи А там же было принято По-моему Это ограничения уже Исключения Это были То есть мы говорим О том о передаче То есть в онлайн режиме Мы не будем видеть Та информация Которая будет На фискальных накопителях Мы естественно Ей будем обладать Еще такой маленький нюанс Если мы говорим О крупных сетях И о крупных сетках То они расположены Как правило Либо в районном центре Либо В городе Кирове То есть здесь проблем С этим нет С ними нет С маленькими Этими торговыми точками Которые обслуживают Уже так вот Деревенские Какие-то сельское население Я говорю Что если даже Нет устойчивой связи Для того Чтобы получать Эту информацию В онлайн режиме Как мы можем получить Из любой сети По приобретению Любого товара То есть сразу На мобильном Мобильном приложении Мы там открыли Программу Посмотрели Сколько чего И куда поступило То все равно У нас Вся задача Стоит как раз Таки не по маленьким Объектам То есть там 5, 10, 15, 20, 50 тысяч Там выручки Она не сыграет Большой роли Нежели чем Большая сети Которая там Выручка Если вдруг Через маленький Деревенский магазин Вместо там 15, 20 тысяч Пойдут там Миллионные обороты Потому что она Как раз В наличии В любом случае Мы это увидим Когда будет Фискальный накопитель Условно Просто вы увидите Это но позже Да То есть Не будет проблемой Да Вы в самом начале Сказали Что одно из важных Направлений Это развитие Информационной Технологии В этой сфере Что еще Кроме обозначенных Комплексов Здесь необходимо Отметить про Маркировку Наверное То есть У нас По меховым изделиям Маркировка есть Сейчас На этапе Запуска По лекарствам По обуви По лесу Это работает уже? Нет Системы нет пока еще? Нет Там эгоист Там другая система Работает То есть Она была уже внедрена То есть Мы получаем информацию Из Единой государственной Системы То есть Но Здесь тоже Как бы Нужно отметить Что Поскольку Она была запущена Не так давно Там Есть определенные Сложности Про получение Информации И Прежде всего Необходимо Отметить Что Если говорим Про эгоист Вообще То нужно Начинать Для того Чтобы Установить Допустим Какой объем Был Древесины Вырублен То есть Мы начинаем С самого начала Это непосредственно С делянки И в дальнейшем Там уже Говорим О распиловке И о процентном Выходе Какой получится На пилораме То есть Сколько Деловая Древесина Сколько Получится Пиломатериала Сколько Там Дров То есть Пока Эта система Еще Скажем На сто Процентах Не работает Сказать Чтобы Мы могли Отследить С момента Заготовки До момента Реализации Пиломатериала Так Система Не работает На сегодня На сегодня Да Но В перспективе Я думаю Потому что Иначе Как Лесто Из темноты В свет Выводить Если Свет Систему Не просматривать Поэтому Я думаю В этом направлении Будем двигаться И В дальнейшем Изменения Какие-то будут В том числе И в программный комплекс Ну я правильно понимаю Что Чем глубже Перерабатываем Это дерево Тем Собственно Больше налогов Потом получается Когда мы Создаем предприятие Не просто продаем Лес Производим Из него Не завязывал На налоги Конкретно То есть Мы будем Говорить о налогооблагаемой базе Прежде всего Там Налоги Они Не в первую очередь То есть Говорим о том Что Во-первых Рабочие места Создаются Определенные На определенной территории Где Непосредственно Лес Это растет Ну и естественно Если глубокая переработка Будет То есть Это потребует И Увеличения Производства Расширения Появления Нового оборудования Новое рабочее место Новое производство Да Именно Налогов Базовое Расширяется А потом Уже Это будет Завязано И на Сами Налоги Денис Александрович Что скажете Тем Кто Такую точку Зрения Озвучивает Если бизнесу Полностью На свет Выходить Бизнес Загнется Вот Много Много Раз Мы слышали Эту позицию В нашей студии Ну я думаю В данном случае Нужно Разговаривать С конкретным Бизнесом Потому что Так В общем и целом Сказать Что Бизнес Загнется Если полностью Выходить То есть Это смотря Какой бизнес И нужно Проанализировать Конкретное Предприятие Взять И в каком Плане То есть Что ему Какие условия Позволят ему В дальнейшем Не работать То есть Быть убыточным И в конечном Итоге Прекратить Своё существование Поэтому На вопрос Ответить Что если Он будет Работать В белую Что Это будет Это приведет К тому Что Оно должно Ликвидироваться Но я не совсем Согласен С этой темой Потому что Если по такой Логике Следовать То И налоги И платить В принципе Не нужно Ну Если далеко Заходить Да Мысль возникает Вы знаете Я вспомнил Легендарную фразу Сказанную Нашим губернатором В прошлом году Про умение Собирать налоги А про курицу Про курицу Слишком Ушутрировал Наш руководитель Регион Насчет того Что бизнес Нужно щипать Как курица Чтобы она кричала Но не умирала Ну Я не знаю Насколько уместно Будет давать Комментарий По этому поводу Сравнивать бизнес Наш с курицей Условно Нет Все таки Налоговая служба Ее деятельность Направлена На диалог С бизнесом Щипать Мы никого Не собираемся Тем более Сравнивать С курицей Бизнес Как-то Ну я не знаю Нет Ну это тоже Просто эмоциональная Фраза была Понятно Она там вырвана Из контекста На мой взгляд Немножко была Поэтому да Скорее всего Суть была Не в этом А так Мы В диалоге С бизнесом Должны быть Для того Чтобы Те вопросы Те задачи Которые стоят Перед нами И перед бизнесом Мы их должны решить Как сейчас будет Выстраиваться Организационная Работа Обсуждения Наболевших Проблем Актуальных Проблем Насколько часто Вы собираетесь Встречаться С предпринимателями Где Ну вы сказали Да я еще раз повторюсь Что запрос Запрос Я жду от Бизнеса Непосредственно Что ему хочется На площадках На которых Я уже был То есть По мере Необходимости Возникновения Вопросов Бизнеса Мы открыты Мы в любой момент Можем Прийти на любую площадку Обсудить вопрос Кроме того Хотелось бы Отметить Что Бизнес Может самостоятельно Обратиться В любую Налоговую инспекцию То есть Если возникли вопросы И непосредственно Там записаться На прием К руководителю Либо там К любому Из заместителей Руководителя Для того Чтобы решить А это вообще Сложно Клан на прием Записаться Нет Не сложно То есть У вас Николай Хотите записать Нет Просто У меня интересно Я вот выйду Из студии Мне скажут Я скажу А вот очень Очень просто Позвоните Вот туда И вас запишут Есть такой алгоритм Да Такой алгоритм Есть Ну Видимо Мы уже Все Завершаем Нашу беседу Потому что Да Наш звукооператор Нам намекает Что пора заканчивать Да и время Подходит Новостей Конечно же Спасибо большое Денис Смехов Руководитель управления Федеральной налоговой службы По Кировской области Плодотворной работы вам Всего доброго Спасибо До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова